Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к пятой главе книги Наниила. В пятой главе некоторые важные для всей первой половины книги, в том числе для предыдущей главы идей, выражены и, если так можно сказать, проиллюстрированы несколько иначе еще одним таким рассказом-притчей. Медраж называется этот жанр в соответствующей культуре. Это рассказ о некоем царе Валтасаре, который здесь представлен сыном Новохудоносора, хотя он не был сыном Новохудоносора. Там между ними достаточно сложные взаимоотношения, генеалогические через поколения, по боковой линии и так далее. Ну, действительно, Валтасар был одним из преемников этого самого царя Новохудоносора. Вот рассказывается о царе Валтасаре, который в какой-то момент, это уже конец Нового Вавилонской державы, сделал большое пиршество, Да, и пред глазами тысячи пил вино, ну и, соответственно, по пьяни занесло его. Занесло. Он велел принести золотые серебряные сосуды, которые Новохудоносор вынес из храма Иерусалимского. Вот, понимаешь, он просто из стакана не может пить, или глиняной кружки, или алюминиевой, неважно. Он такой царь-царь-царь, прям по самые некуда, что давай ему золотые сосуды Иерусалимского храма, в которых там что-то вино, или еле, или благовоние, ну что-то воду вносят в храм для того, чтобы совершать жертвоприношение Господа неба и земли. Вот давай мне эти самые сосуды. В самом ли деле в Вавилоне не опускались до такого кощунства? Вопрос. Может быть, они, ну то есть, может быть, они были все же чуть умнее, а может быть и нет. То есть сказать, что это прям невероятно, тоже нельзя. Скорее всего, в захваченных сосудах, а таковых было очень много, вовсе не в Иерусалимском, лишь только храме. Вот во всех этих захваченных сосудах, скорее всего, их интересовал объем, достаточно ли большой кубок, да, влезет ли туда, да, вот, значит, нужное количество гречительного напитка. И художественная ценность, и вес, вес. Нередко они вообще все переплавляли золото и серебро. Итак, вот этот самый царь, тем не менее, здесь, в этом Медраше, говорит, давайте сюда сосуды Иерусалимского храма. Вот, мол, я такой крутой, что могу себе это позволить. Мы все там, значит, все победили наши боги шибче, и вот поэтому принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме. И не только царь, но и вельможи, и жены, и наложницы пили вино и славили богов золотых, серебряных, медных, железных, деревянных, каменных. Ну, то есть, вот по, так сказать, неиспадающей. Они все более далекие от царя люди, вплоть до каких-то там наложниц, и поклоняются все более-более примить из простых, непочетных материалов богам, деревянным, каменным. Ну, вот такая вот картина. Он действительно презирает Иерусалимского бога, потому что народ-то этого бога завоеван, бог его защитить не сумел, не сумел. Почему так произошло? Вообще остается за кадром об этом разговор там в других книгах, книгах пророков. Здесь же мы вас победили, взяли художественные ценности, красивые сосуды, все. И в тот самый час, говорит рассказчик, вышли персты руки человеческой и писали против лампады, ну, то есть, на той части стены, которая была освещена факелом или лампадой, писали против лампады на извести стены чертога. Неоткуда исходящая рука, вот, как видит Вултасар, пишет пальцем слова на стене. И эти слова становятся отчетливо видными. Художники, которые нередко это изображали, часто представляли себе как огненный перст и огненные слова. Может быть, там, автор, говоря о тени на стене, да, вот, там, лампада была, так сказать, сзади пишущего, и тень, темная тень легла на стену в этом неверном пламени лампады. Вот, может быть, так было бы правильнее. Ну, в конце концов, суть не в этом, а в том, что, по рассказу, Вултасар испытал какой-то невероятный ужас, ужас. Изменился в лице, мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, а колени его стали биться одно от другое. Вот так он весь вострепетал и задрожал от страха, что даже колени бьются одно от другое. Закричал, велел привести халдеев, обаятелей, гадателей, как в предыдущей главе для толкования сна. Ну, вот, и когда привели, он им говорит, кто прочитает написанное, объяснит мне значение, тому будут всякие награды. Мудрецы вошли, но прочитать так и не смогли. Ну, и дальше там вот царица, которая говорит Вултасару, что подожди, вот тут есть еще один Иудей, Даниил. «Во дне отца-то его найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобные мудрости богов». Вот снова на самом деле сюжетный-то поворот, как во всех предыдущих главах, только там сон, который не могут истолковать, и говорят, ай, вот у нас есть Даниил, он истолкует и истолкует. Так, здесь только вот это вот видение странное, пишущее на стене руки, и опять никто не может истолковать. Вот, ой, у нас есть Даниил, зовите Даниил, и Даниил истолковывает. В каком-то смысле это такой тоже способ обозначить разницу между мудростью человеческой и мудростью, исходящей от Бога. Кстати, в первых главах этой книги мы уже сталкивались тоже с этой мыслью. Ну и вот Валтасар говорит Даниилу, я тебе столько даров, там и то, и все, и пятое, и десятое. Если можешь прочитать, облачем будешь в багреницу, золотая цепь на шее твоей и так далее и тому подобное. Ну и вот Даниилу говорит, ладно, дары твои пусть останутся у тебя. Не нужно это Даниилу. И почести отдай другому. Что, кстати, свидетельствует о мудрости этого Даниила, потому что цари такая публика, что их подарки и почести лучше пусть, да, будут у них. Ненадежная публика, прямо скажем. А написано, я прочитаю царю. И вот в продолжение разговора в предыдущей главе Даниил говорит, «Царь, Всевышний Бог даровал Отцу твоему на выходоносеру царство величие, честь и славу». В предыдущей главе, на предыдущей странице был уже разговор о том, почему именно Бог дарует земное царство тем или иным людям и для какой цели. И было сказано о том, что для того, чтобы продлился мир твой, продлилось царство, в руках данного человека необходимо, чтобы это царство было похоже на царство небесное и было местом правосудия и милосердия, правды и истины. Ну вот, собственно, нечто подобное повторяет Даниил на этот раз Ултасару и говорит, что вот Отец Небесный, царь, дал на выходоносеру величие, он кого хотел убивал, кого хотел оставлял в живых. И, в общем, был такой царство полного произвола и беззакония на самом деле. Да, кого хотел убивал, кого хотел оставлял в живых. Даже страшные деспоты древнего Ближнего Востока. От времен Хамурапи, эпоса Гильгамеша, ну, в общем, не позволяли себе убивать, кого хотели, и оставлять живых, кого хотели. Ну и там все боялись и так далее. Все-таки по факту большинство царей понимали, что не может произвол не быть чем-то ограничен. Но Даниил предлагает Ултасарову такую картину, где ничем не ограничен произвол, и поэтому, когда сердце царя Новохудоносера надмилось, он был свержен и лишен славы, и жил с дикими ослами, да пока не познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним кого хочет. Одна из важнейших идей для всей книги в целом. Над царством человеческим владычествует Всевышний Бог. Для очень многих читателей этой книги эта идея означала возможность сопротивления, если хотите, возможность самим стоять перед Богом, возможность быть подданными Царя Небесного, а в этом царстве лишь временными обитателями, понимаете. Вот очень сложные, драматичные взаимоотношения между Царством Небесным, людьми, и Царством Земным в любую эпоху, в любую географическую точку. Вот они сложные, потому что людям Бог открывает эту относительность земного царства. Относительность. Оно вещь важная. Вот чего здесь нету, так это такого контрэтатизма. Нет, Слово Божие не говорит о том, что государство – это плохо, вредно и так далее. Ну, почти не говорит. Ну, только разве что экклезиаст, и то, вероятно, позже Даниила заявляет, что всегда, когда властвует человек над человеком, во зло ему, но здесь позиция экклезиаста скорее такая крайнего скепчиса. Нет, нет, речь не идет о том, что там анархия – мать порядка, государство – это плохо, его надо свергнуть, там что-нибудь такое. Такие идеи, которые неизбежно приходят в голову людей, которые живут в плохих государствах, плохо организованных. Нет, нет. Но над царством человеческим владычествует Бог. Вот Он есть последняя инстанция. «И ты, Валтасар, не смирил сердце свое, вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе». В этот момент у героя, в смысле у персонажа, трудно назвать Валтасара героем, и у читателя немедленно возникает аналогия в голове. Вот если подданный по отношению к земному царю проявляет подобное непочтение, граничащий с дерзостью, с хамством, с грабежом, по большому счету, понимаете, Валтасар берет сосуды, принадлежащие Богу, которому принадлежит все его Валтасарова царство. Если что-нибудь подобное позволит себе к, ну, какой-нибудь скромный, не знаю, гончар, живущий под стенами Вавилона, в глинобитной хижине саманного кирпича, если он позволит себе взять царский кубок, вот хочу, скажет он, взять царский кубок и, там, я не знаю, по его образцу лепить горшки для населения. Царь немедленно уничтожит, накажет такого подданного. Вот эту перспективу рисует автор устами Даниила. Ты, будучи подданным небесного царя, ему принадлежит твое царство, ты дерзнул против него, ты вознесся против Господа небес, ты славил всяких богов серебряных и золотых, и медных, и деревянных, которые ничего не видят, не слышат и не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое, у которого все пути твои, ты не прославил. Бог, в руке которого дыхание твое. И у которого все пути твои. Вот эта полнота власти Бога над человеком распространяется на царей. Ты его не прославил. И вот за это послана эта кисть руки. Это знак, указывающий место Валтасара, указывающий на то, что бывает, когда человек, так сказать, активно сопротивляется этой власти Бога. В первую очередь правитель. Но по большому счету это может быть отнесено кому угодно. Итак, вот что написано. «Мене текел фарес» или «мина шекель упарсин». Знаменитые слова. Да. Иногда полезно было бы вспоминать о них. «Мена шекель упарсин». «Мене текел фарес». Ты взвешен на весах и найден слишком легким. Это, собственно говоря, меры веса, которыми в первую очередь взвешивалось серебро. Ну и, соответственно, нового веса были монеты. Самая мелкая упарсин, более крупный «сикль» или «шекель», или «текел» в синодальном переводе. И «мина» – более крупная единица. Соответственно, расположенные в порядке убивания сначала не очень крупная. «Мена» – это вам не ого-го. Ну, тем не менее какой. Я, честно сказать, запамятовал. Сколько это? Не так много. «Мена шекель упарсин». Много поменьше. Рубль, гривенек, копейка. Вот примерно так можно было бы перевести на русский язык. Рубль, гривенек, копейка. Как будто бы некто взвешивает Волтасара и сравнивает его с большой мерой серебра. Нет, он слишком легкий. Чуть поменьше. Он все равно еще слишком легкий. Еще совсем мелкая монета. Может быть, перевесит здесь Волтасар? Нет, он весит меньше самой мелкой монеты. И вес его ничто, ничто, пылинка. Ты взвешен на весах и найден слишком легким. «Исчислил Бог царство твое, положил конец его, ты найден слишком легким». И еще здесь же предлагается, по-видимому, по созвучию толкования последнего «упарсин» или «перес», по созвучию с названием «Персидского царства» «разделено царство твое и дано медианам и персам». Посмотрите-ка, в тот самый момент, когда царь Волтасар пытается продемонстрировать свое величие, грандиозность, и вот мы все покорили и со всех храмов несут к нам золотые сосуды, в том числе и Зарусалевского храма, мы там ого-го. И в этот момент заканчивается его царство и отдается персам. Заканчивается и отдается персам. «Мене текел фарес». Вот не просто так определяется судьба Волтасара, а потому, что он возомнил себя, возомнил себя превосходящим Бога, в отличие от своего отца, якобы отца, в предыдущей главе не прославил Бога. И это оказывается несовместимая с жизнью позиция. Вот в этом все и дело, что Бог тебе даровал царство, ты должен признать его владычество, но если наоборот ты пытаешься вознестись, ну, тогда, собственно, катастрофа становится неизбежной. Конечно, здесь есть еще так вот на заднем плане, так сказать, эти самые Боги, золотые, серебряные, медные, железные, деревянные, каменные Боги, в которых, наверное, тоже были какие-то храмы, какие-то сосуды, какие-то культурные ценности. И да, Валтасар совершает, конечно, кощунство. Обратите внимание, что для автора книги кощунство только в отношении сосудов Иерусалимского храма. И просто все остальное не присутствует, не фигурирует в качестве реальности. Но Валтасар-то сам язычник. Для него сосуды Иерусалимского храма они являются священными. Можно было бы знать или говорить, что вот, а почему он должен, если он, может, он там, как теперь модно говорить, агностик, этот самый царь Валтасар, и для него там все сосуды к художественной ценности, не больше того. Но вот в той перспективе, в которой видит мир, автор книги, совершенно не имеет значения, во что верит или не верит Валтасар. От этого ничего не меняется. Понимаете, полновластие Бога остается полновластием Бога. Царства по-прежнему принадлежат Богу, и он дает власть над ними, кому захочет, и отнимает у кого захочет. Бог все равно остается тем, в чьей руке дыхание твою, у которого все пути твои. Вне зависимости от того, склонится царь перед ним, как Набухононосор в предыдущей главе, или наоборот будет возвеличиваться, как Валтасар в этой главе. И это тоже чрезвычайно важная особенность библейской мысли, которую тоже необходимо учитывать. Хочешь ты быть подданным царству Бога или не хочешь, но другого нет, Бог один. Бог ненавися, Бог ненавися,